Почва Здравствуйте. Тема сегодняшнего урока «Человек и почва». На сегодняшнем уроке вы узнаете, что такое почвенные ресурсы, познакомитесь с такими понятиями, как мелиорация, узнаете, какие неблагоприятные явления происходят в почвах в связи с деятельностью человека. Узнаете о том, какие меры необходимо принимать для улучшения плодородия почв. Почвенный покров встречается практически повсеместно, за исключением покрытых льдом островов Северного Ледовитого океана и песчаных пустынь Прикаспия. Однако далеко не всякую почву можно рассматривать в качестве почвенного ресурса. Под почвенными ресурсами мы будем понимать, часть земельного фонда, обладающий плодородием и пригодной для развития сельского хозяйства. Таким образом, ресурсом является не сама почва, а ее плодородие. Именно плодородие позволяет людям выращивать различные сельскохозяйственные культуры. Плодородие различных почв не одинаково, и поэтому не все почвы целесообразно распахивать. Огромные пространства территорий нашей страны заняты тундрами, тайгой, болотами, горными массивами. Всего лишь 13% земельных ресурсов являются почвенными ресурсами, а наиболее ценными из них, пашнями, всего лишь 7%. Большая часть пахотных земель нашей страны располагается на юге Европейской части и на юге Западной Сибири. Именно здесь располагаются черноземные, серые лесные, каштановые почвы. То есть основной земледельческий массив нашей страны — три четвертых. Кроме того, что здесь благоприятные почвы, развитие земледелия здесь способствует еще и благоприятный по российским меркам климат. Еще 15% пашни располагаются на более увлажненных, но менее плодородных дерново-подзолистых почвах. На подзолистых, а тем более мерзлотно-таежных, не говоря уже о тундрово-глеевых почвах, земледелие практически невозможно. На этих территориях располагаются пастбище, луга и сенокосы. В результате большинства видов хозяйственной деятельности человека происходит нарушение почвенного покрова. Рассмотрим, какие неблагоприятные виды хозяйственной деятельности приводят к нарушению почв. Прежде всего, совокупность процессов разрушения почв называется эрозией. Причиной эрозии является распашка земель и неумеренный выпас скота. При этом уничтожается дернина, и на поверхности оказывается легко разрушаемый гумусовый горизонт. Он размывается дождевыми металлами, снеговыми водами – водная эрозия – и раздувается ветром – дефляция или ветровая эрозия. В результате водной эрозии образуются овраги. Они вредят сельскому хозяйству не только тем, что впрямую уменьшают площадь сельскохозяйственных земель. На изрезанной оврагами территории понижается уровень грунтовых вод, что неблагоприятно отражается на водном режиме почв, приводя их к иссушению. Мы уже говорили, что наиболее интенсивное образование оврагов происходит по склонам Среднерусской и Приволжской возвышенности, то есть в степной зоне. Здесь же, где находятся наиболее плодородные почвы и очень мало древесной растительности, а местами она практически везде отсутствует, развивается еще и ветровая эрозия. Сильные ветры сносят наиболее плодородный верхний слой. Ухудшается свойство почв и в результате процессов засоления. В сухое время года почвенные растворы подтягиваются к поверхности, влага испаряется, а соль остается. Нередко засоление является следствием орошения. При избыточном поливе влага, которая просачивается с поверхности, смыкается с сильно минерализованными грунтовыми водами. В результате верхние горизонты почвы перенасыщаются солями. Возможности для существенного расширения пахотных земель в нашей стране, вопреки ее гигантским размерам, практически исчерпаны. А в последнее время даже происходит некоторое уменьшение площадей за счет изъятия сельскохозяйственных угодий под строительство промышленных сооружений, населенных пунктов, дорог, трубопроводов. Поэтому очевидна проблема охраны и восстановления почвенного плодородия. Для восстановления почвенного плодородия используется мелиорация. Под мелиорацией, от латинского «melioratio» — «улучшение», понимают совокупность мероприятий по улучшению свойств почв с целью повышения их плодородия. Различают несколько видов мелиорации. Гидротехническая, агролесомелиорация, культуртехническая и химическая. Значительные площади пашни в нашей стране нуждаются в противоэрозионной защите. Для борьбы как с водной, так и с ветровой эрозией наиболее эффективно создание полизащитных лесных полос. С одной стороны, деревья задерживают таяние снега, и влага просачивается в почву, а не стекают по поверхности, образуя промоины и овраги. С другой стороны, деревья уменьшают скорость ветра. Другим противоэрозионным мероприятием является устройство на склонах системы ступенчатых террас, которые предохраняют склон от размыва поверхностными водами. Также особенно важны специальные агротехнические мероприятия. Водную эрозию уменьшает глубокая вспашка, усиливающая поглощение воды почвой, пахотой посев поперек склонов, создание на них террас, чередование возделываемых культур. Для борьбы с ветровой эрозией применяют вспашку почв без оборота пласта. Собирая урожай, человек безвозвратно уносит из почвы питательные вещества, что негативно сказывается на плодородии почвенном. Для преодоления этого в почву вносят минеральные и органические удобрения, а также применяют почвозащитные севообороты. Почвозащитные севообороты — это чередование различных сельскохозяйственных культур, многолетних трав и паров. Все вместе увеличивает плодородие почв. В последнее время наряду с органическими и химическими удобрениями применяют биологические или бактериальные удобрения, которые тоже существенно увеличивают плодородие почв. На сильно заболоченных территориях с избыточным увлажнением проводится осушение. Эти мероприятия направлены на усиление поверхностного стока, а также на понижение уровня грунтовых вод. Площадь осушенных земель на территории нашей страны составляет примерно 70 тысяч квадратных километров. Большая часть осушительных работ проводится в европейской части нашей страны, в ее лесной зоне. В районах с дефицитом атмосферного увлажнения почвы орошают. Для этого прокладывают растительные каналы, проводят полив дождеванием или побороздом. В России орошается более 60 тысяч квадратных километров земель. Для улучшения обеспечения влагой пахотных земель в районах неустойчивого увлажнения проводится снегозадержание. Орошение применяется на территориях засушливым летом. Использование этого вида мелиораций значительно повышает плодородие почв. Например, орошение черноземов позволяет достигать очень высоких урожаев зерновых культур до 120 центнеров с гектара. В районах добычи полезных ископаемых, особенно открытым способом, при которых образуется огромное количество терриконов, отвалов, карьеров, остро стоит проблема рекультивации ландшафта. И в особенности восстановление почвенного и растительного покрова. Эта же проблема касается всевозможных свалок и отвалов. Как мы выяснили, мелиорация позволяет увеличивать производительность сельскохозяйственных земель несколько раз без увеличения площадей. Однако неразумное применение мелиоративных работ может привести и к негативным последствиям. Нарушение норм и режима внесения удобрений, средств защиты, яда химикатов приведет к загрязнению не только почв, опасными для человека веществами, но и природных вод, а также продуктов питания. Большую опасность представляет загрязнение почв промышленными предприятиями, свалками производственных и бытовых отходов. Вокруг них в почвенном покрове часто накапливаются ядовитые вещества. В России выявлено свыше 7 тысяч квадратных километров земель с чрезвычайно опасным уровнем загрязнения почв. Итак, на сегодняшнем уроке вы узнали, что почвенные ресурсы связаны с почвенным плодородием, благодаря которым они используются в сельском хозяйстве. Территории, которые наиболее интенсивно используются в сельском хозяйстве, распаханы, и их площадь составляет примерно 13 миллионов квадратных километров. Также вы узнали, что хозяйственная деятельность человека прямо или косвенно влияет на почвенный покров. Поэтому почвы нуждаются в рациональном использовании и охране. На уроке вы познакомились с таким понятием, как мелиорация. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok